Глава государства поручил Акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Активисты Мангоставской области уверены, такой своевременный и взвешенный шаг сделать жилье еще более доступным. Новшество позволит привлечь в регион высококвалифицированных сотрудников из числа молодых специалистов. Сегодня в регионе по программе 7.20.25 144 жителя уже получили ключи от новых квартир. У владельцев жилья есть возможность оплатить заем за жилье в течение 20 лет. С нами на связи общественный деятель Жак Сыгуль Маханбетова. Жак Сыгуль Шахзадаевна, здравствуйте. Какой положительный эффект нужно ждать от предложения президента увеличить в городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения? Здравствуйте, добрый день, Арстан. Положительный эффект, конечно, будет. Когда и послание президента было озвучено, именно предложение улучшить программу 7.20.25, это предоставляет возможность многим семьям получить доступное жилье, арендованное жилье. Это и как раз строительные компании будет строить больше домов, больше квартир. Это новые рабочие места. И это развитие сектора строительных материалов. И, кроме того, еще сервисные компании, которые оказывают строительным компаниям, они тоже получат новые заказы. И сектор экономики строительства будет развиваться. А не окажется ли так, что из-за масштабного строительного бума компании начнут возводить некачественное жилье, работая больше все-таки на количество? Как вы сказали, будет больше строительства. Ну, такой риск, конечно, возможен. Но, думаю, что нужно предусмотреть возможности, чтобы не допустить общественный контроль в строительстве домов, какие материалы используются, как идут процессы строительства, вообще не нарушается ли нормой строительной. Поэтому, я думаю, что будет как раз и подключаться, и общественная организация будет контролировать качество строительства жилья. То есть, все-таки контроль все-таки предвидится, да, со стороны общественности все-таки? Я думаю, что да, потому что все равно мы же знаем, что любая работа, когда идет, он могут допустить такие риски. Поэтому это надо предотвратить в процессе общественного мониторинга, общественного контроля. Спасибо большое. С нами на связи из Актау была общественный деятель Жак Сыгуль Маханбетова.